Докладчик Меня зовут, еще раз напомню, Добрый Владимир, я являюсь ветеринарным врачом компании НИТОФАРМ Почему эта тема мне близка? Потому что я кандидат в наук по проистологии И по проистологии я знаю многое, могу подсказать, проконсультировать У нас есть коллеги, к которым мы непосредственно выезжали с этой проблематикой и проводили там лечебные мероприятия по-вежнему, показывают где какие нюансы Тема эндопаразитов, птицеводствия, она как бы не на самом главном месте, но многие ее недооценивают И на сегодняшний день данная проблема есть во многих хозяйствах, но на нее не обращают внимания, либо просто умалчивают они Подскажите мне, ну кто конечно не боится, что там что-то может выйти за пределы этой комнаты У кого на предприятии есть такая проблематика, как экто или эндопаразиты? Пока укрупненно, пока не называем какие-то личные виды, общие виды Что к эндопаразитам относится? Знаете? Можете так сказать, спот? Тлещи, плавные Эндопаразиты Тлещи, плавные С герминками часто встречаются? Есть, есть проблемы Вот сегодня мы обсудим этих эндопаразитов, в особенности остановимся на красном курином клеще Вот мы с красным куриным клещом запустили уже в течение трех лет у нас есть программа борьбы Но на сегодняшний день я понимаю, что люди, применяя препараты, не совсем понимают, как с этим бороться Потому что проблема остается на предприятиях, и появляется вопрос, а как же? И как же от нее избавиться? Сегодня мы с вами как раз обсудим эту тематику Если мы затронем эту тему, то вы можете... Кто, например, знает, чем отличаются вот эти два или вот эти три паразита И как отличить на птице, где клещ, где пух-пироед, а где вшак куриный? Можете сказать? По времени питания у них разное время Смотрите, есть нюансы какие? И если это, например, вши или пух-пироеды, они всегда будут находиться на птице А если это будет красный куриный клещ, то на птице вы его практически никогда не найдете Потому что это ночной паразит, который паразитирует только в ночное время Опять же, если мы посмотрим под микроскопом, и никто никогда не видел, не дифференцировал клеща от вши или от пух-пироеды То из паразитологии мы знаем, что клещи относятся к паукообразным, и у них 4 пары лав Все остальные насекомые, смотрите, у всех по 3 пары лав Поэтому это легко дифференцировать Для чего нам нужна дифференциальная диагностика клещей, например, от омолопогоза или от вшей? Можете сказать? Пауки намного... Хитин, он намного... Тукулка, есть, и дыржа Правильно От того, правильно ли мы поставим диагноз и поймем, с кем мы боремся Мы поймем правильное лечение, правильную схему И получим 100% результат Потому что, когда мы будем применять, например, ивермектиновый ряд на пух-пироеде Мы, конечно же, не добьемся результата Потому что пух-пироед питается только пером И здесь надо будет наружным препаратным обрабатывать Можно тот же самый ивермектаральный, да, применить, не увидеть эффект Но внешний будет работать Или циперметрин будет работать А на краснокуриных клещей уже эффект будет совсем другой Итак, краснокуриный клещ Я думаю, это ни для кого не секрет, что он приносит огромный ущерб и опасность Во-первых, это переносит конституционных заболеваний То есть, переходя из птицы к птице, не только внутри птичника Но если, например, открыты порточки И свободный есть доступ к птице, воробью или какой-то другой птичник Легко красный куриный клещ попадет от внешней птицы на внутреннюю и принесет любое инфекционное заболевание Дальше, стресс птицы О стрессе птицы можно привести такой пример Посмотрите, да? Птичник ночью Что должна ночью делать птица? Отдыхать Когда краснокуриные клещи, что делает птица? Трессуется Она всю ночь находится на крыле Она всю ночь возбуждена И поэтому, когда днем вы заходите в птичник Вы можете заметить, что птица возбуждена При этом может наблюдаться падеж Потому что птица все время находится в стрессе Она, опять же, в момент, когда она должна откладывать яйца Она находится в возбужденном состоянии И яйца зачастую падают не в яйцевод, а куда? В ручную полость И это приводит к перитонитам Потеря продуктивных качеств Когда птица не спит, когда у нее стресс Количество яйца может падать до 50, до 60 даже в процентах Ну, конечно, термотологические проблемы обслуживающего персонала Птичницы боятся заходить в помещение, когда большое количество клеща И сегодня вы увидите большое количество клеща Цикл развития В краткость, чтобы вы понимали, почему надо знать его Как бороться с этим клещом Цикл развития 4-6 дней О чем это говорит? О том, что если вы хотя бы на пару дней неправильно применили схему Либо пропустили день обработки Пойдет новый цикл клеща И вся ваша работа будет пустую Дальше Продолжительность жизни Если мы говорим, например, про взрослую осыпь И внешние условия ухудшились Стало более прохладное Либо произошла вытерка птицы из помещения И сразу не произошла обработка этого помещения То клещ может находиться в анабиозе до 12 месяцев И когда вы заново запустите цикл и будут места, где вы ее не обработали У вас заново появится красный клещ Дальше Наиболее глуприятные условия развития Понятно, 18-25 градусов, да? Анабиоз, о чем я сказал И, конечно же, плодовица То есть одна самка за одну выкладку дает до 80 ос Так как мы клеща практически не видим Он очень мелкий То мы в течение 2-3 недель можем увидеть большое увеличение этого клеща Уже на птице Дальше Места обитания красного куриного клеща Я покажу наиболее видимые вещи Наиболее характерные, где можно его найти Чтобы на это обращали внимание Когда вы птичники начинаете замечать, что появляется паутина с белым налетом Это первый признак того, что может быть это красный куриный клещ Опять же, все места конструкции, углы, изгибы Опять, смотрите, если мы говорим, например, про кормушки Идет клетка, потом идет кормушка Вот что от этой кормушки может зависеть, например, как обрабатывать эту кормушку Если, например, куба идет наружу у кормушки Вы понимаете, о чем я говорю, да? То при внешней обработке мы можем достать И обработать этого клеща, и убрать этого клеща Но когда кормушка идет, например, кубой вниз, чтобы не было выброса корма То это место вы уже не обработаете Просто обычная обработка И здесь надо комплексно подходить Либо обрабатывать перитроидами в виде губки смочной Либо проводить уже газацию горячим туманом Дальше Ну вот смотрите, какое обсеменение идет, да? Металлоконструкции То есть это все, вот эти черные точки Это все красный куриный клещ На этом участке, если ты читай Здесь будет около миллиона этого красного куриного клеща В одном участке Светопередача, конечно, позже Но можно будет, кому интересно, посмотреть все это Фотографии птицфабрик В более четком я вам покажу Уже на компьютере То есть основные места обитания Это конструкция возле птицы Клещ от птицы далеко, как правило, не уходит Потому что он приходит ночью, питается Перебирается на клетку, отдыхает И опять приходит ночью Ему эти перемещения далеко, ни к чему Поэтому, как правило, ловушки мы ставим возле птицы на клетку Вот смотрите, о чем я говорил Вот идет внешняя губа кормушки Вот она И под ней внизу, если заглянуть Вы можете увидеть этого самого клеща Как налет какой-то грязи Но при микроскопии Либо даже если вы рукой проведете И там свежий кровь, который напился крови То вы увидите вот эти красные раздавленные клещи На данном слайде мне хотелось показать Это внутренняя часть Внутренняя часть вот этой вот как раз губы И вот здесь находится просто болт, вкрепляющий кормушки Вот смотрите Все, что вот это белое, видите Это яйца клеща А вот эта маленькая кучка, это сам клещ Это можно увидеть только из внутренней стороны Если вы обратите на это внимание То есть на эти места надо обращать внимание Дальше, как передается клещ еще? Клещ может передаваться с чем угодно Вот на этом видео Саша, ничего, пожалуйста На этом видео вы можете увидеть обычное куриное яйцо У которого была лопина И как только мы эту лопину стали больше раскрывать Обратите, что происходит, внимание Смотрите То есть под этой лопиной было накопление клеща Почему? Потому что там тепло, там влажно И это находится возле птицы С таким яйцом Если оно попадает, да В общее хранение, где яйцо все хранится Вы просто с оборотной тарой Вот смотрите, да С оборотной тарой и с яйцом Вы это все перемещаете с птицфабрикой в птицфабрику Здесь, например, оборотная тара не обрабатывается Дальше Ну и здесь также, да Обратите внимание, как локализуется клещ То есть ближе к конструкции И от нее уже начинает в зависимости от количества клеща Локализация Вот в данном цеху фотография цеха представлена В котором в течение месяца уже вытарили птицу То есть в этом цехе в течение месяца нет птицы Смотрите При буквальном, да Саша, спусти, пожалуйста При увеличении вот этого места Смотрите Вот этого места Смотрите, что происходит То есть просто обычной камерой это можно было заснять Видите, он не красный Он более коричневый стал Потому что прошло время Крови в нем нету И уже клещ изменил свой вид Поэтому он не только красный Но он и светлый, и коричневый Для любых оттенков В зависимости от того, на каком периоде находится растворение крови Опять же Ленты яйцезбора Фиксаторы яйцезбора Различного типа Вот этот фиксатор стоит Если мы обратим внимание на защелку То в этом месте, в сгибе И находится тот самый клещ И с внутренней стороны вы никогда его не обработаете Поэтому, когда идет тщательная обработка помещения Эти фиксаторы снимаются Отдельно замачиваются Если мы с вами поговорим о распространенности клеща То он распространяется Вот здесь основное развитие клеща идет снизу Потому что снизу, с полу поднимается клещ Если поставим ловушки Внизу будет большая часть Кверху уменьшение Но если клещ, например, попадает через систему Вентиляции Либо через форточки То это может измениться Например, на среднем ряду будет 50% клеща А вниз и вверх он будет уменьшаться Все зависит от того, откуда проник клещ И по месту локализации И по распространению Вы можете понять, где зашел этот клещ Например, через линию яйцезбора Через форточки он к вам проникает Либо его занесли с птицей Дальше, да? Паутира постранения какая? Опять же, оборотная тара Персонал, который на своей одежде переносит этого клеща Вот скажите мне Персонал в какой одежде обычно работает? Спецодежда А спецодежда какой материал? Синтетика КП, синтетика Вот если синтетика, она скользкая И как правило, если клещ попадает То есть тёплый должна быть либо галоши Либо какая-то легко протираемая Если эта одежда, она должна быть такая более скользкая Чтобы на ней не останавливался Потому что, если мы берем, например, более плотную ткань То на ней очень часто персоналы с цеха в цех переносят эту вещь Дальше, оборудование Перегруппировка стада Когда мы, опять же, то же самое, прям спайкинг и духа делаем Либо линия яйцезбора, которая переходит нас из цеха в цех Визуальная обработка, диагностика, например Как мы можем диагностировать Я вначале сказал, что на птице, как правило, клеща не бывает Но если вы видите уже такую ситуацию То там, мне кажется, дифференцировать очень легко Потому что это у клеща больше, чем достаточно Опять же, на яйце Яйцо как крапинку Когда она проходит по ленте яйцезбора и давит клеща Оно все в этой крови, в точечку Ну и, конечно же, самое эффективное Это постановка ловушек Постановка ловушек может быть разного типа Это могут быть листки, которые мы согнули просто в 4 раза Это может быть гармошки, которые мы устанавливаем потом в какие-нибудь зацепы Либо мы берем обычный шланг Вставляем его в этот лист, согнутый в гармошку Вставляем шланг и прикрепляем на всех ярусах клетки Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вы могли всегда в динамике смотреть Увеличение клеща идет, либо уменьшение Потому что, когда вы проводите обработку Недостаточно провести ее и сказать Сработало или не сработало А для того, чтобы вы это сделали Вам надо как раз провести вот этот вот анализ Сколько было первоначально Сколько было после обработки Сколько было через 2-3 дня, 5 дней И вы сможете тогда следить Развивается он у вас дальше Или он идет на уменьшение Вот установка такой ловушки Например, на клетчаном Более близко Что вы заметны? Нет, видите, вот стоит ловушка Смотрите Вот это Черненькая полоса, видите? Это клещ Который в течение То есть через сутки, через 24 часа Вы снимаете ловушку И делаете подсчет этого клеща на этом листке И записываете Видете аналитику То есть это вот в течение 12 часов сюда забился клещ Через 24 часа здесь было намного больше Вот смотрите, когда вы разворачиваете Только аккуратно разворачивать Чтобы это никуда не ссыпалось Нет, просто чистый обычный листок И клещ, как правило, в щелки залазит В щелки Мы положили белый лист на стол Дальше растянули листок Почему растянули? Потому что клещ как с этой стороны листка находится Так и с обратно Да, понимаете, да? И если мы с этой стороны так считаем А с обратно не почитаем То у нас может измениться И потом вы проводите микроскопию Но микроскопию, опять же Если вам надо определить, что это клещ Конечно же, надо провести микроскопию Если вы просто количество подсчитываете То это поддается обычному зрению глазу А какие же способы борьбы основные есть? Это, конечно, соблюдение ветеринарного санитарного правила норм Которых мы все прекрасно знаем И дезинфекция, которая проводится в определенные этапы Самая лучшая дезинфекция Которая может обеспечить действительно стопроцентный эффект Это во время санитарного перерыва Когда вы можете обработать всю клетку Вы можете обработать все помещение Вентиляцию, промыть отдельно Потом, если вы все-таки посадили птицу И обнаружили, что эта проблема появилась А до вытроги птицы далеко Вы проводите обработку присутствия птицы Тару обрабатываете Ну и, конечно же, обжит Какие паразиты, например, если мы берем циклутрин Либо берем перитроид У них широкий спектр действия Они действуют как раз на всех тех практически паразитов О которых мы говорили, кроме гельминтов, конечно Ши, клещи, блоки Но какой у них есть минус у перитроидов, скажите И как правило, нельзя применять присутствия птицы Препараты, если вы ратируете в санитарный перерыв То они работают Но когда посадили птицу, применять, как правило, нельзя А как считаете, все-таки нельзя или частично можно? Если нельзя, но очень хочется Смотрите, все поддается логике Все поддается логике И если, например, написано Любое средство, например Нельзя применять в присутствии птицы Нельзя применять в присутствии птицы, если вы, например, наносите препарат на клетку в присутствии птицы. А если вы хотите обработать пол между рядами, либо стену по обратной стороне птицы, никто же этого не спрещал. Поэтому тоже частично. Дальше. И о чем же данный слайд говорит, производственный цикл обработки. Санитарный перерыв 3-4 недели мы обрабатываем цифлотрином, к примеру. А когда у нас сидит птица в обмещении, что нам делать? Мы обрабатываем либо проходы, либо больше никаких у нас действий нет. И вот здесь как раз мы предлагаем схему, о которой уже рассказываем в течение трех лет, но многие про нее до сих пор не знают. Это схема применения препаратов Ивермекорн и Ивермекорн. Почему две разные, двух разных формах препаратов? Потому что одна форма действует на клещей, которые находятся на птице в данный момент, а вторая форма действует на клещах, которые находятся в помещении. Надо делать комплексно. У него такой же спектр, вы видите, по насекомым, плюс еще гельминты. Вот смотрите, если мы, чтобы не быть голословным, лежат несколько чашек Петрия, на которых как раз подсадили клеща. И идет обработка этих чашек Петрия, как раз разведенного Ивермектином, Ивермеком Он, обработка этого клеща из расчета, который прописан на инструкции. То есть 1 к 150 миллилитров на метр квадрат. Смотрите, то есть при ускоренном просмотре, при ускоренном просмотре и времени, вот смотрите, здесь идет 0,5 минут, смотрите, количество клеща начинает замедляться, и через 10 минут уже 50% не двигается. Видите, остались более крупные особи, то есть мелкие уже погибли. Через 20 минут вы наблюдаете уже эффект. Момент какой? Момент, опять же, на это надо обращать особое внимание. Смотрите, какой момент. Если мы обработали клеща, и препарат попал на клеща, клещ сразу погибнет. Если вы обработали помещение, например, клетку, и на клеща не попало, на металлах, на стекле, на невпитывающей поверхности, если клещ перемещается, если достаточное количество обработанного по инструкции, то он погибнет. А если вы обработали, например, бетон, это бумага какая-то, впитывающей поверхности и расход был не тот, который прописан в инструкции а меньше, то что происходит? впитывающая поверхность у бетона выше он просто часть действующего вещества всасывает в себя и эффективность уже может упасть поэтому количество должно обрабатываться в таком как прописано в инструкции конечно же, не уменьшает скажите мне знакомая картинка кто-нибудь ее видит, когда они тут нет сразу запускаем борьба с красным клещом является сложной задачей цикл развития клеща составляет 6-14 дней а продолжительность жизни 10-12 месяцев за этот период каждая самка клеща успевает произвести от 30 до 80 особей клещ развивается в широком диапазоне температур, а при неблагоприятных условиях способен впадать в анабиоз на 6-11 месяцев большинство известных методов борьбы с клещом не позволяют добиться максимальной эффективности для достижения максимального эффекта необходимо проводить курс лечения в несколько этапов в первый день осуществляется выпойка птицы препаратом и вермекор с целью уничтожения форм паразитов питающихся кровью в это же время проводится обработка путем распыления препарата и вермекон таким образом мы уничтожаем все стадии клеща находящегося в помещении за исключением яиц обработка проводится в присутствии птицы поскольку и вермекон не токсичен для теплокровных во второй день снова производится выпойка препаратом и вермекор для гарантированного уничтожения клещей не питавшихся кровью в первый день на десятый день проводится повторная выпойка препаратом и вермекор в этот период происходит морфологическое развитие клеща от яйца до взрослой особи для уничтожения развившегося клеща производится заключительная обработка помещения препаратом и вермекон таким образом применяя схему и вермекор и вермекон вы добиваетесь максимальной эффективности в борьбе с красным куриным клещом в присутствии птицы Данный фильм и данный материал есть на флэш-носителях, которые вам давали при заселении если у кого-то нету, обратитесь на ресепшн, вам дадут, а мы идем дальше то есть по схеме еще раз повторимся, еще раз объясним что первый день обработки, когда вы решили применить данные средства первый день вы применяете два препарата в разных формах и вермекон, и вермекорт для чего это делается? для того, чтобы вы максимально охватили всего клеща, которое есть в помещении обрабатываете помещение обрабатываете помещение так, чтобы во всем помещении на всех металлоконструкции, на бетоне, везде можно было потом пройтись и увидеть, что это стена, либо этот металл либо там, где сидят птицы, они должны быть все влажными там, где есть паутина, там, где есть мусор, на эти места надо особое внимание обращать потому что неоднократно мы присутствовали при обработках и опять же, да, когда шли за человеком, который обрабатывал мы находили те места, где просто препарат не проникал в эту часть потому что паутина, в ней пыль, в ней немного пера все, сами понимаете, да, промочить ее тяжело то есть обработка должна быть тщательная и в этот же день с утра вы проводите выпадков препарата и вермекор для чего? для того, чтобы добиться эффективности на клеще, который находится в ночное время на птице то есть вы двукратно потом, на второй день вы проводите опять обработку птицей препаратом оральным почему? потому что на птице могут находиться, например, нимфы нимфы не питаются кровью единственная стадия протонимфа, да, которая не питается кровью на следующий день, когда она переходит в более взрослые состояния она начинает питаться и в этот момент вы как раз ее и убиваете и потом такую же схему вы применяете на 7, 10 или 14 день в зависимости от региона если более прохладное помещение, то курс мы смещаем ближе к 10 дню, да если все-таки это южные страны, то мы смещаем его ближе к первым дням потому что цикл развития клеща зависит от температуры чем теплее, тем быстрее минимальный 5 дней да здесь, на слайдах, здесь как раз показывается, да как разводится эвермикпорт то есть процедура очень простая, но момент какой как им вакцины профилактики что надо делать вы разводите эвермиктин, добавляете краситель и проводите уже заполнение всей системы водоснабжения из-за чего это делается? для того, чтобы всей птице досталось препарат потому что неоднократно мы так же наблюдали, что птица начинает пить первая, вторая, третья, четвертая батарея выпили, до пятой не дошло да, эффективность будет такая же а если мы говорим про обработку обработка эвермикомор идет выпайкой, эвермикомон идет наружно по клетке но здесь мы какой препарат упустили в фильме? мы говорили вначале про перитроиды, да? про цифлутрин цифлутрином мы обрабатываем поверхность внешней проходов, стен, дверей, окон и прочих, где нет птицы то есть это можно делать даже в присутствии птицы то есть выполнит он от проходов эвермик в присутствии птицы на саму птицу, на клетку вот смотрите, да, к примеру данная ловушка была поставлена перед обработкой данная ловушка была поставлена на второй день после выпайки и обработки в первый день выпайки через 24 часа то есть видите, в одном и том же месте, на одном и том же ярусе одна и та же ловушка, количество клеща, видите, да? насколько снизилось после однократной обработки если все правильно было сделано еще раз говорим о чем? о том, что на личинку, на протонимфу, на дейтанимфу и на ямаго действует препарат эвермикон при нанесении, при обработке аэрозольной на как раз протонимфу, дейтанимфу и ямаго действует оральный препарат поэтому обрабатываем двукратно здесь представлены результаты проверки ловушек на наличие клеща как раз после обработки смотрите, да? каждый день с первого дня обработки ставится ловушка и мы наблюдаем, что в контроле эффективность обработки мы видим то есть в опыте партии, да? в опыте цеху а в контрольном, в котором не обрабатывался то есть, извиняюсь, да? в опыте мы видим эффективность то есть в шестнадцатом дне он резко упал и потом пошел незначительный рост при однократной схеме применения то есть выпайка, обработка выпайка на второй день и потом на пятый день выпайка с обработкой а во втором, в опыте цехе как бы количество причин снижалось коллеги, предлагаю вот эту вам схему взять, попробовать еще момент какой мы, да, компания «Нитэфарм» в этом отношении всегда открыты если есть проблема на вашем предприятии мы с вами можем ее обсудить мы можем приехать провести дифференциальную диагностику рассказать, как правильно применить препараты поприсутствовать при применении, да? оценку провести сделать работу над ошибками где неправильно применили как применить и уже наладить в этом отношении в вашем предприятии с этим клещом работу то есть вы должны понимать, что после однократной и двукратной обработки если количество клеща очень большое на предприятии вы от него не избавитесь вы это должны понимать это полномерная работа которая должна проводиться на вы составили план и ведете ее и смотрите, да насколько снижается количество клеща как быстро оно снижается и сколько вам надо это применять бросать, конечно же, это нельзя и и и и и и Продолжение следует...